МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. В паханческом заказнике в скором времени установят модульный стационарный пост мониторинга и охраны. Блочную базу для Центра природопользования и охраны окружающей среды передали представители фонда дикой природы. Четыре с небольшим дня остается до окончания приема инициатив в рамках проекта НАУ-100. В нашем эфире материал об идее по обустройству парковой зоны в микрорайоне Мирный. Человек-собакий друг. Могут ли брошенные питомцы обрести новый дом и любящего хозяина? И кто виноват в том, что на улицах города столько безнадзорных животных? Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Минздрав России отложил введение новых правил прохождения медосмотра для получения водительского удостоверения. Информация об этом уже поступила в регионы. Напомню, приказ о новых правилах должен был вступить в силу с сегодняшнего дня. Согласно документу, помимо стандартного обследования у нарколога, водителям нужно сдать анализы на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра. По словам руководителя окружного профильного департамента Сергея Свиридова, в связи с расширением перечня необходимых процедур, стоимость медосвидетельствования по расценкам Ненецкой окружной больницы для категории «Б» увеличится с 1680 до 5390 рублей, для категории «Ц» с 4190 до 7900 рублей. Из-за ожидающихся изменений, начиная с 20 ноября, водители в регионах выстроились в длинные очереди в наркодиспансеры. С учетом обеспокоенности граждан, министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой, было принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Впрочем, как пишет российская газета, в Минздраве не отказались от самой идеи освидетельствования, так как это поможет, по мнению чиновников, от сеть неадекватных людей, которые просто опасны на дороге. Новый порядок будет введен через 7 месяцев, с 1 июля 2020 года. В Ненецком округе сегодня состоялось торжественное открытие представительства Всемирного фонда природы. К этому событию приурочили сразу ряд мероприятий. В частности, представители природоохранной организации передали Центру природопользования и охраны окружающей среды модульный стационарный пост мониторинга и охраны. Алина Ваучейская продолжит. Крепкое рукопожатие как залог дальнейшего сотрудничества между администрацией Ненецкого округа и Фондом дикой природы. Передача региональным природозащитникам модульной стационарной базы – событие довольно важное. Теперь инспекторам, которые осуществляют охрану и мониторинг окружающей среды в заказниках и заповедниках, не придется искать место для отдыха и ночлега. Я хочу выразить надежду, что данное оборудование, которое будет теперь находиться в полном распоряжении Центра природопользования, оно действительно поможет им и в тяжелой работе инспекторов, потому что приходится многое находиться и на свежем воздухе, и суровые условия Арктики у нас не самые благоприятные для здоровья. Тем не менее, люди, по крайней мере, теперь смогут находиться, есть будет где отдохнуть, где разместиться, принять душ. Всегда приятно, когда некие документы, наше соглашение, которое было заключено между Фондом дикой природы и администрацией Ненецкого автономного округа, притворяется в жизнь и в виде каких-то уже материальных объектов. В данном случае мы говорим о конкретной базе, которая была передана Фондом нашему подразделению. Модульный стационарный пост мониторинга и охраны представляет из себя конструкцию из нескольких блоков. По сути, это полноценное жилое помещение с печкой, кухней, душем и спальными местами. В Центре природопользования и охраны окружающей среды уже решили, где будет установлена база. В январе ее доставят в Паханческий заказник. Он расположен на севере Ненецкого округа, примерно в 130 километрах от Нарьинмара. Чем привлекательнее данный заказник, то, что там произрастает около 13 видов растений, занесенных в Красную книгу. Обитает 12 видов птиц, которые занесены в Красную книгу. И по информации там могут пребывать белые, значит, млекопитающие, а то белые медведи и моржи. Передача модульного стационарного поста – лишь первый шаг в сотрудничестве природозащитников. Сейчас разрабатывается менеджмент-план по еще четырем особо охраняемым природным территориям и экологическая тропа на Северный Тиман. Этот природный парк пользуется все большей популярностью как у жителей округа, так и у туристов из других регионов. Как строить крупные компании и оставаться женщиной? Об этом представителям прекрасной половины бизнес-сообщества Ненецкого округа рассказала Надежда Копытина, основатель и президент группы компаний «Ледова». Встреча с известным и крупным предпринимателем России состоялась сегодня в региональном центре развития бизнеса в рамках Всемирной недели предпринимательства. Ирина Никешина расскажет подробнее. Предпринимательский стаж Надежды Копытиной составляет 30 лет. За это время она прошла рейдерство и банкротство. Впрочем, были не только падения, но и взлеты. Сегодня Надежда – успешная бизнес-вумен, основатель и президент компании «Ледова» по производству замороженной еды с выручкой 30 миллионов долларов в год. У меня огромный стаж испытаний, изменений, взлетов, падений. И мне есть что рассказать российскому предпринимательству. И о том, как проходил нелегкий путь, и о том, как верить в свой успех, и о том, как при всем при этом создать семью, снять художественный фильм, написать книгу, спеть те песни, которые вам очень хочется спеть. То есть реализовать все те таланты, которые у вас накоплены. Сегодня Надежда – не только успешный предприниматель, но и личный наставник для многих представителей бизнеса. Мне вот сейчас интересно осознанное потребление. И, соответственно, все, что связано с переработкой отходов, все, что связано с улучшением климата вокруг нас, то, как мы выбираем продукты, почему мы покупаем те или иные продукты. И вот это понимание осознанного потребления – это в широком смысле подход, то есть и какое мы окружение выбираем, и как мы вообще относимся к тем событиям, которые вокруг нас происходят, какие события мы в свою жизнь привлекаем. Оказывается, на все можем влиять. Завтра в рамках Всемирной недели предпринимательства в региональном ЦРБ состоится встреча представителей бизнес-сообщества с владельцем компании «Ремесленные сыроварни» Вороздатом Ягоняном. Отмечу, что бизнес-встречи, приуроченные ко Всемирной неделе предпринимательства, организованы в рамках реализации в Неницком округе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при участии Департамента финансов и экономики Неницкого округа и Минэкономразвития России. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Мы продолжаем рассказывать об инициативах жителей Заполярья, которые поступают в рамках проекта НАО-100. Прием предложений по развитию Неницкого округа стартовал 11 ноября и продлится до 25 ноября. В следующем материале об идее по обустройству парковой зоны в микрорайоне «Мирный». Хочешь изменить ситуацию в лучшую сторону – действуй. Именно так и поступила жительница микрорайона «Мирный» Мария Попова. Когда девушка узнала о старте проекта НАО-100, решила не упускать возможности внести инициативу по созданию территории для отдыха и занятий спортом в микрорайоне «Мирный». Каждый житель поселка «Мирного» и житель нового поселка и лесозавода знает, какие у нас есть сложности и проблемы. В частности, проблемы с дорогами, с тротуарами, что невозможно детей, по сути, безопасно на детском транспорте доставить до домов, потому что единственный тротуар, который у нас есть, либо зимой занесены, либо летом – это песок. Было бы неплохо создать такую территорию, по которой не только можно было безопасно добираться до своих домов, но также заниматься физической культурой и спортом. Суть проекта – в укладке асфальтовой дорожки по периметру озера, где бы горожане смогли заниматься скандинавской ходьбой, кататься на лыжах, велосипеде или роликах. Здесь же обустроить парковую зону для того, чтобы жители и гости окружной столицы могли отдохнуть всей семьей на свежем воздухе. Берег составляет 4,5 километра, то есть это не обязательно должно быть 4,5 километра, можно сделать эту дорожку вдоль одного какого-то берега. И надо понимать, что это не только стимулирование людей к занятию физической культуры и спорта, но также и обеспечение второй школы, чтобы дети занимались лыжами. Рядом есть труд, который обеспечит людей, соответственно, и лыжами, и коньками по возможности. Здесь ледовое покрытие круглогодичное, можно проводить соревнования, северное сияние, можно проводить здесь Семенхат Меритая. До окончания приема инициатив осталось неполных 4 дня. На сегодня уже поступило 77 заявок. Проекты касаются практически каждой сферы жизнедеятельности, будь то здравоохранение или строительство, культура или транспортная составляющая, бизнес или творчество. Никто не запрещает присылать по несколько проектов от одного человека, если человек инициативный, неравнодушный, как я уже говорила, если в голове есть масса идей, которые желаемы к воплощению, для улучшения как качества уровня жизни в регионе, так и внешнего облика. Вот, например, есть масса изменений, касающихся освещения, уличного, домового. Кто-то говорит о необходимости улучшения здравоохранения, кто-то хочет на селе видеть качественную связь с центром, например, культурной жизни, театры, концертные залы. Напомню, проект НАО-100 рассчитан на 10 лет. Инициативы станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Предложить инициативу можно на портале «Народный контроль». Для этого необходимо войти во вкладку НАО-100, заполнить необходимые пункты и по окончанию нажать кнопку «Отправить проект». В Ненецком округе подвели итоги викторины по финансовой грамотности. Она проводилась среди пользователей социальных сетей в рамках Всероссийской недели сбережений. Департамент финансов и экономики предлагал ответить на вопросы и решать задачи, которые размещались на официальной странице ведомства в соцсети ВКонтакте. За каждый правильный ответ начислялись баллы. С победителями и призерами пообщалась Наталья Кислякова. Надежда Бараболя уже в третий раз принимает участие в финансовой викторине и постоянно занимает первые места. Девушка по профессии бухгалтер и с задачами справлялась без труда. Как бухгалтеру мне в каких-то задачах намного полегче, потому что уже с этим сталкиваешься и в жизни. Если простому человеку, то, мне кажется, да, было бы труднее ответить на эти вопросы. Екатерина Коваль в финансовой викторине принимает участие впервые. Профессия девушки не связана с бухгалтерским учетом. Впрочем, это не помешало ей занять третье место. Конечно, сначала отвечала, как отвечаешь на вопросы, потом у нас началась такая, можно сказать, борьба даже за, кто быстрее ответит, кто найдет правильные вопросы. То есть это было очень азартно даже, находить правильные ответы, искать, узнавать. Действительно, познаешь новое. Для себя, например, я узнала про аналоги, да, то есть какие-то там вычеты, что-то новое. Если я ответила неправильно, то мне департаментом потом подсказали, как, что, на самом деле нужно было ответить правильно. Викторина проходила в рамках недели финансовой грамотности в режиме онлайн. Всего в ней приняли участие 20 человек. После подведения итогов, тем, кто допустил ошибки в ответах, департамент финансов и экономики отправил полную информацию по данным вопросам. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас росло благосостояние. Благосостояние – это все-таки правильное управление личными финансами. Поэтому это больше рассчитано на граждан, на жителей, чтобы они повышали свою финансовую грамотность и, так сказать, не попали в руки каких-то мошенников. Потому что на сегодня, конечно, по оценке независимых экспертов, у нас в округе не готовы. Жители, так сказать, будем говорить, очень доверчивые и не всегда знают и могут распознать финансовые пирамиды. Поэтому здесь больше мы на проверку именно этих знаний, на то, чтобы они понимали, как правильно расходовать свой личный бюджет и приумножать его. Победители финансовой викторины наградили грамотами и ценными призами. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На прошлой неделе на нашем телеканале выходил сюжет про безнадзорных собак, которые несут угрозу горожанам. Но кто виноват в том, что на улицах города столько животных? Могут ли брошенные питомцы обрести новый дом и любящего хозяина? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Совсем рядом с городской свалкой стоит радостный собачий лай. При виде своих друзей-волонтеров собачата, как ласково их называет хозяин частного приюта для животных Сергей Шевелев, пытаются перелаять соседей, чтобы первыми получить теплое объятие и угощение. То, что призвание Сергея помогать тем, для кого эта помощь жизненно необходима, он понял более 20 лет назад. Тогда он приютил сначала одну, потом вторую собаку и уже не смог изменить зову своего сердца. Сейчас он хозяин частного приюта, обустройство которого стало возможным благодаря всесторонней помощи. Землю официально предоставили под фермерское хозяйство. Заборы будки построены благодаря постоянным пожертвованиям благодетелей и, конечно, волонтеров. Основную всю организаторскую работу волонтеры как на себя взяли по приюту. Я больше по хозяйству здесь покормить, убрать, позаниматься с собаками, где-то что-то определиться, улучшить условия для проживания собак. Ну а помогают во всем этом в реализации люди. Ну и постоянно люди от себя привозят, где вкусняшки, где-то подстилки. Ну, таким образом как бы. Все жители приюта привиты и стерилизованы. Помогают в этом государственный пункт временного содержания животных и частные ветеринары. Учреждения города предоставляют пищевые отходы, неравнодушные жители, одеяла и подстилки. Власти и организации города, они идут навстречу, где-то сочувствуют животным, где-то вот помочь именно что хозяйственной деятельности, как бы, ну, помогают. Но и этого было бы мало, если бы не помощь волонтеров, которые круглый год не менее трех раз в неделю приезжают в приют подарить свое тепло его обитателям. Чинячий вольерчик недавно построен, подарен приюту спонсорам нашим постоянным. Были закуплены половины материалов, стройматериалов и оплачены работы. Домик целиком утеплителем отделан и пол также носил утеплитель. Дел всегда много. Убрать снег, накормить, обновить подстилки, починить будки. Всего и не перечислишь. А ведь кроме этого у каждого своя семья и работа. В пользу случаем хочется обратиться к жителям города, к владельцам животных домашних, чтобы берегли, заботились о питомцах своих, стилилизовали. Бесконтрольное разведение приводит к бездомности животных. Многие агрессивно к нам относятся, что мы стали пропагандировать эту стерилизацию. Мы противники самовыгула. Мы стараемся. Мы подняли эту тему, ну что делать. Хотя бы кто-то должен об этом говорить. Кроме того, волонтеры ведут группу ВКонтакте, где публикуют объявления о находке или потере животных, где просят срочной помощи для передержки или сбора денег для нуждающихся в операции животных. С помощью нашей группы мы кастрировали и стерилизовали более 200 кошек. Котов, собак. Получается, с помощью нашей группы пристроено очень много животных. Те, кто потерялись, те, кто бездомные, кого бросили. Наша группа существует благодаря переводам. Переводам благодетелей наших, тех, кто переводят еженедельно. Некоторые каждый день переводят. Также мы существуем за счет подарков. У нас есть пункт приема сбора помощи. Также у нас есть зоомаги. И еще в одном магазине в Котофее «Корбы добра», где покупатели могут отложить подарки. Во многих магазинах нашего города установлены специальные коробки для пожертвований и подарков. Алгоритм помощи самый простой. Спасибо. Сделать приятное обитателям приюта не так сложно. Можно зайти в магазин, купить небольшую пачку корма и положить в специальную коробку, откуда корм доставят животным из приюта. Благодаря группе свой дом обрели десятки животных. Одна из ярких историй – нелегкая судьба американского стафтерьера Евы. Нерадивые разводчики продали щенка. А новые хозяева, поняв, что щенок больной, выбросили его на улицу. Неравнодушные люди, нашедшие умирающую собаку, отвезли ее к Сергею в приют. Однако инфекция, которой болела Ева, могла заразить и других обитателей. Поэтому Сергей выхаживал ее дома. А потом уже здоровую и жизнерадостную Еву пристроили в по-настоящему любящую семью. Когда я с ним познакомилась, она весьма была резова. Естественно, она как обычный щенок. Люди сделали свое дело, очень даже неплохо. Они ее восстановили, она не погибла и так далее. Ну, и можно большое, огромное спасибо сказать, что благодаря им у нас есть такая собака. К сожалению, таких историй со счастливым концом немного. Большинство боится брать взрослое или больное животное, гонится за модой, покупая дорогих породистых собак и кошек в именитых питомниках. Говорят, что дружбу нельзя купить ни за какие деньги. Зато совершенно бесплатно можно завести себе по-настоящему любящего и верного друга с четырьмя лапами и хвостом. Не бойтесь предрассудков и будьте милосерднее. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...